Слышим мы выкрики в поддержку Руслана Педаева. Ну что же, Айфтерян Даришев сейчас будет сражаться за себя из этого парня. Хорошо сейчас зашел с мидлкика. Боится из Азербайджана и сразу же забирает шею. Получилась такая комбинация связка. Вот попытка закрыть треугольник. Да, сразу в стоке. Даришева пытался набросить треугольник на шею своему оппоненту. Боится из Азербайджана, но Руслан Педаев очень четко отзащищался. Хорошо захватил корпус оппонента. Будет пытаться, я думаю, переводить в партер. Пытается сделать подсечку Айфтерян Даришев. Продолжается борьба в клинче. Пытается, пытается Айфтерян Даришев сделать все, чтобы не дать себя уронить. Но посмотрите, чья же в итоге возьмет в этой ситуации. И что сейчас? Удастся ли, хотел бы вам сказать, забраться в маунт? Но сейчас уже о маунте речи не идет. Да. А речь идет о том, что Даришев забирает спину. И... Ну, спину-то он забрал, да. Но в итоге с этой спины свалился. И сейчас уже хорошая ситуация для Руслана Педаева. Удар локтем в бедро. Болезненно. Попытался сейчас Айфтерян Даришев забрать шею. Безуспешно. Ну и поединок продолжается в таком вязком гарде. Вполне возможно, что еще чуть-чуть и судья утомится. И призовет к большей активности бойцов. Либо вообще вернет стойку. Если атака не будет развиваться как с одной, так и с другой стороны. Ну, сейчас немножко позиция изменилась. Руслан Педаев продолжает работать сверху. Правильно все делает. Пробивает с обеих рук. Ну и в свою очередь достаточно грамотно действует Айфтерян Даришев. Защищаясь. Связывая соперника буквально по рукам и ногам. И не давая возможности Руслану Педаеву себя бить. Сейчас хорошо улучшил момент Руслан Педаев для нанесения удара. И забрал тут же спину боец клуба Ахмат. Ноги заправлены. Точнее только одна нога лишь заправлена. Не дает заправить ноги Даришев. Выпытался Даришев из этого положения. Что же дальше? Завязались в клинче. Коленом работает боец из Азербайджана. Даришев. Такая небольшая пауза у нас сейчас повисла. Активных действий практически нет. Не хочет забирать шею своего оппонента Эхтерян Даришев. Хотя нет. Вроде бы взял. Но недостаточно плотно. Удар коленом в голову. Попытка пробить. Сейчас этот удар был абсолютно легитимным. Чуть больше минуты до завершения первого раунда. Но так или иначе затрудняет дыхание своему оппоненту Эхтерян Даришев. Прихватывая вот так голову. Не так много активных действий. Снова попытка пробить коленом в голову. В исполнении Даришева. Еще раз. Да, голова-то открыта, кстати, у Руслана Педаева. И, конечно же, пытается воспользоваться этой возможностью Эхтерян Даришев. Маломальский точный удар коленом. Это равно нокдауну. А то и глядишь нокауту. Коленом в голову, конечно. Хотя и коленом по туловищу можно так зарядить, что... Нокаут будет... Самый зрелищный. Вспомните, например, кикбоксера Крисен Гимби. Окончен первый раунд. Достаточно вязким получился. Ну и достаточно ровным. Еще раз мы видим самое начало первого раунда, когда Эхтерян Даришев пытался забросить ноги на треугольник. В стойке же. И даже пытался сначала выйти на гальетину, но не сложилось. На голову бойцу. Ну что ж. Будем надеяться, что... Руслану Педаеву хватит сил, чтобы второй раунд провести не менее ярко и интересно, чем первый. Итак, второй раунд. С нетерпением его ждем. Еще раз напоминаю, это заключительный поединок андеркарда. Далее нас ждут поединки карда основного. Итак, Эхтерян Даришев против Руслана Педаева. Удар ногой с зашагом в голову от азербайджанского спортсмена. Ну вот примерно так же и первый раунд начинал азербайджанец. Пока дело не перешло в партер. Хороший лоу-кик. И вот эти подскоки в исполнении Эхтерян Даришева, они ему на пользу не идут. По крайней мере, частые подскоки. Потому что ждал этого действия Руслан Педаев. Сейчас уже завязались в борьбу. Забирает шею. Азербайджанский боец. И пытается, пытается из-за всех сил провести удушающий. Терпит Руслан Педаев. Захвата плотного нет. Да, и судя по всему, выпутается Руслан Педаев из этого захвата. Продолжает стоять на своем. Эхтерян Даришев. Да нет, вроде бы уже оставил попытки задушить. Проробил коленом в туловище. Да, не столько душит, сколько контролирует ситуацию. Так или иначе, отбирает силу у своего оппонента, который расходует их на то, чтобы вырваться из этого неприятного положения. Грамотно по ситуации действует Эхтерян Даришев. Садится в маун. Вот так. Неожиданно. Неожиданно в первую очередь для Руслана Педаева. Разворачивается Руслан в свою очередь. Но по-прежнему доминирует боец из Азербайджана. Хорошо, под руку пробивает Даришев. Есть возможность для нанесения ударов, только не по затылку, конечно же. Здесь мы обращаемся к Эхтераму Даришеву. И к нему уже обратился Магомед Султан Ахмедов. Хорошо, вот сейчас абсолютно легитимные удары, правильные удары со стороны Ахтерама Даришева. Болельщики подключаются, они поддерживают Руслана Педаева. Сейчас эта поддержка ему очень нужна. Сложная ситуация. Сложная, не безвыходная, конечно. Но здесь придется постараться. По-прежнему хорошо контролирует соперника в маунте Даришев. Бьет под разными углами, пытается ногами защищаться. Руслан Педаев опять разворачивается. Таким образом, открывая себя для ударов Даришева, заправляет ноги азербайджанец. И посмотрите, выходит, выходит. Молодец, Руслан Педаев, молодец. Справляется с этой ситуацией, не запаниковал. Самое главное, перетерпел. И сейчас должен брать реванш за проигранные эпизоды. Очень много сил оставил Руслан Педаев. Обороняясь. Ну вот посмотрим, удастся ли развить успех. Сейчас, когда ситуация более-менее стала получше. Ну вот, вяжет его действия. Боец из Азербайджана. Пока не активен Руслан Педаев совершенно. Это не идет ему на пользу. Потому что работа сверху, она подразумевает под собой работу. Какие-то совершения каких-то действий активных. А пока лишь Руслан Педаев занимается тем, что контролирует соперника без ударов. Но это же не грэплинг. Немножко отдышался Руслан Педаев. И сейчас, наверное, будет пытаться бить, пытаться работать. Да, продолжается поединок в гарде. Хотя, как долго хватит этого продолжения. Потому что уже совсем скоро пойдет отчет последней минуты второго раунда. Второго завершающего раунда. Но кто знает, может будет и экстра раунд. Потому как бой достаточно ровный. Мы видим, закрывает треугольник сейчас. 50 секунд есть у Эхтерама Даришева для того, чтобы задушить своего соперника и одержать досрочную победу. Отсюда не видно, насколько плотный захват. И надо голову соперника двигать к себе поближе. Эхтераму Даришеву для того, чтобы треугольник, собственно говоря, получился. 30 секунд. Хаморфисты используют Руслан Педаев. И вот теперь... Вот пытается все более... Все плотнее и плотнее закрыть треугольник. Да, треугольник закрыт. И надо уже, конечно, здесь пытаться закончить бой досрочно. Эхтераму Даришеву для того, чтобы снять все вопросы о победителе этого матча, этого боя. Но захват мы видим неплотный. Поэтому у Руслана Педаева есть возможность дышать. Ну, а Даришев вынужден был, в свою очередь, несмотря на то, что он находился... Ему удалось, скажем так, замкнуть треугольник. И в то же время ему приходилось атаковать, чтобы как можно больше вестов набрать в свою пользу. Да, может быть, немножко размягчить соперника, отвлечь его для того, чтобы сделать захват еще более плотным. Но так или иначе. Так, а что у нас происходит? Два раунда позади. Я не исключаю, конечно, вероятность экстра раунда. Но не будем бежать впереди поезда. Но, думаю, у судей сейчас идет настоящий мозговой штурм. Ну вот, да, экстра раунд. Вот оно самое то решение, которое я сейчас, как сейчас модно говорить, наванговал. Решение назначить экстра раунд, на наш взгляд, справедливое. Бой равный. Поэтому будет интересно посмотреть и за дополнительной пятиминуткой. В основном карде в следующем поединке зовут его Эльнур Акперов. Ну а пока давайте посмотрим за дополнительным раундом Эхтирам Дариша против Руслана Педаева. Да, сейчас выходят на первый план морально-волевые качества. Тяжело дышат оба. Ну, в этот раз Руслан Педаев постарался забрать себе дебют раунда. Ну вот, пытается душить в стойке своего соперника Эхтирам Дариша. Но задушить в стойке дело довольно затруднительное и непростое. С точки зрения функциональной, с точки зрения технического исполнения. Хотя есть умельцы, конечно. Ну, кто знает, может быть, Даришев как раз-таки один из тех самых умельцев. Но пока что это не получается. Но, тем не менее, захват не удается. А вот сейчас уже получилось у Руслана Педаева сбросить объятие. Ну, кстати, пропустил он коленом голову-то. Не сильно, но пропустил. Сейчас Даришев оказывается сверху. Видим, там около сетки собрался целый консилиум, который активно советует спортсменам, как им жить дальше. Ну вот, даже находясь в такой невыигрышной позиции, в то же время Руслан Педаев грамотно и обратил внимание коленями перекрыл простор. И тем самым не позволил Даришеву разбивать его по этажам. Прихватил ногу вроде бы соперника Руслан Педаев, но Даришев выпутался из этой ситуации и продолжает контролировать оппонента. Две минуты позади. Хорошо, справа попадает Даришев. Пытается огрызаться Руслан Педаев из последних сил. Конечно, ударить сильно снизу практически невозможно. Да еще и в экстра-раунде, когда ты как следует избил. Да, да, согласен полностью. Но в то же самое время продолжает набирать очки. Эхтеран Даришев продолжает наносить точные удары. Надо Руслану Педаеву что-то придумывать в этой ситуации, иначе не видать ему победы. Вот, придумал. Поднялся в стойку. Ну, в стойке Даришев весьма и весьма неплох, поэтому не знаю, поможет ли это сейчас Руслану Педаеву. Ну, я думаю, Руслан будет пытаться опять перевести бой в борьбу, и там уже решать свои проблемы. Ну, вот как сейчас, например. Не вовремя, не вовремя абсолютно. Эхтеран Даришев позволил себя перевести на землю. Ну, с другой стороны, это, конечно, заслуга, в первую очередь, Руслана Педаева. Ну, опять же... Да, значит, вынудил, спровоцировал на... Да, перевод переводом, но надо набирать очки, надо работать активнее. Так, есть, есть удар со стороны Руслана Педаева. Болельщики встречают громом аплодисментов. Что сейчас попытался продемонстрировать Даришев? Неужели болевой на руку из этой позиции? Ну, возможно, да, возможно. По крайней мере, ноги так подтянул с таким видом, как будто будет пытаться выйти на болевой прием. Ну, что ж, если за оставшуюся минуту Даришев ничего не изменит, то вполне возможно, что Руслан Педаев все-таки вырвит победу в этом тяжелейшем поединке. Так, сейчас Даришев забрал спину. Очень важно это в концовке раунда и в концовке боя. Да, последние секунды. О, есть удар под руку? Последние секунды поединка. Очень важный момент сейчас для Даришева. Крайне важный. И он большой молодец, что все-таки нашел в себе силу и изыскал возможность вот эту самую для того, чтобы переломить этот бой. Ну что же, на ваш взгляд, Вадим, все-таки наработал здесь на победу Даришев в дополнительном раунде или нет? Ну, я не знаю, не могу сказать, что он выиграл однозначно, но не проиграл это точно. А дальше уже все на откуп судье. Давайте вспомним, как развивался дополнительный раунд. Даришев оказался сверху, работал, бил. Дальше сверху оказался его соперник. Но потом Даришев опять перехватил инициативу. То есть по таким ключевым эпизодам 2-1 в пользу Даришева, как мне кажется. Ну, мы уже, Роман, тут, как говорится, делали однозначный вывод. И он абсолютно не совпал с судейским столиком. Поэтому я уже, как говорится, предостерегаюсь от скоропалительных заявлений. Ну, дождемся, дождемся вердикта. И так. И так. Перед тем, как озвучить результаты сегодняшнего боя. Друзья, ваши аплодисменты бойцам. По окончанию трех раундов решением судей объявляется ничья. Вот так. Первый. Первый.